А вот это что такое, как ты думаешь? Всем привет, дорогие друзья! Приехали мы сегодня в Мегу. Давным-давно не были мы в таких каких-то крупных магазинах, а шоппинги забыли давно. В общем, сегодня хотим походить, посмотреть, просто побалдеть, кофейку попить, чайку попить. В общем, зашли, сейчас сразу же у нас навстречу нам Поло Асан. Поло Асан магазин. И посмотреть сейчас, здесь ассортимент отличается от турецкого? Ну, отличается, конечно. Не, но скидки 1999 вот стоят. Тут тоже, мне кажется, такие же акции и скидки. Сейчас посмотреть, здесь есть эти такие же футболки, как в Турции или нет. Здесь размеры только маликусенькие. Отличается ассортимент, Оксана? Ну, отличается, просто хочу сказать, помню, что это кусочек только белую покупала. Нет, я футболок, допустим, не вижу. С кристаллира? Ну, вот, платится, допустим. Такие, а, вот сейчас, кстати, летние, это должно распродаж, по идее, быть. А, тоже под дисконтные по карте. 4 тысячи. Нет, здесь цены выше, да? Как лучше? Ну, вот, мы с чем можем сориентироваться? Футболок нету таких? Вот, тоже, 3600. Ну, в общем, скидки есть, но в Турции цены на это все дешевле и цены ниже. В общем, ладно. Давно уже, что не было. Очень много появилось разных новых кафе. Причем таких вот интересных, вот, вот этот вот, Ваня, да, Маня. Интересная задумка такая, правильно? Да. Оригинальная, да? Вот это вот прям с таким видом замечательным. И, помимо этого, с той стороны, то есть вот у людей креатив работает, да? То есть, допустим, ем том ям. Вообще круто, правильно? Фарш бургерный. Бургерный фарш. Вот придумали же, понимаешь? Панчо пицца. Фарш, да, не вызывает слова. Не, ну, фарш у меня тоже не вызывает. Но я тебе просто хочу сказать, что ем том ям прям вообще оригинально. Вот можно поучиться с такими названиями. Вот это, не знаю, итальянский ресторан какой-то. Астерия, Мария. А это книги здесь продаются. Ну, во всяком случае, люди вкладываются в интерьер. В интерьер. То есть, понятно, что это все очень дорого, но, тем не менее, делают красиво, что приятно зайти. Хочется все порассматривать, посмотреть. Смотрите, как книги сделаны. Я такое вообще впервые вижу. Сейчас зайду, покажу. Давай. Смотрите, здесь диванчик. И на диванчике можно посидеть, что-то выбрать, почитать, может быть, какие-то главы. Это прям вообще удобно, удобно. Так, ну, просили меня поснимать обувь. Ну, не то, что поснимать. Сейчас понятно, что каждый может в интернете зайти, посмотреть. Но в интернете все-таки, мне кажется, не настолько наглядно. Можно увидеть какие-то модели. Сейчас с вами посмотрим что-нибудь новенькое, интересное. Ну, здесь лак, я смотрю сейчас. Опять, видимо, лак в моде, что ли? 13 900. А такие что? Нет, я вот эти. 18 900. Я на каблуках не смотрю. Здравствуйте. А эти 12 900. Здесь наподобие, как у нас, лак. Слушай, ну, у них больно тонкая, мне кажется, подошва. Это так вот, чисто в машине проехаться. И все, да? Я тоже без каблуков. Я не могу на каблуках. Слышь, без каблуков, смотри, как красные. А это китай, написано, дэнчик. Не, я не могу на таких. Вот эти вот удобные, мне кажется. 11 900. Вот эти, да. 11 900 селеневые туфли. Ну, эти хорошие. Кроссовочки. Я все время хочу себе купить на каблуках, знаете как, мысленно. А покупаю все время без каблуков, потому что, ну, не могу я ходить на каблуках. У меня вот, видите, какие. Так, ну что. 20 400. Я в Стамбуле наподобие купила. Ну, понятно, что они этой фирмы, но ничем не хуже. А они, это зимние. Это зимние, они с мехом идут. Это же осенние брали. Ну, я, мне нравится такой. А это зимние. Ну, симпатично. В Карло Пазолини, девушки нас, продавцы, они очень хотели сильно продать обувь, не оставляли ни на минуту. Но мне что-то кажется, 30 000 за зимние ботинки, как вы считаете, напишите, нормальная цена или нет? Ну, я знаю, что в Стамбуле 2015 такие можно купить. В Стамбуле я себе купила хладоосенние за 70 долларов. Я очень довольна. Натуральная кожа. Ну, пусть не за 70, но я думаю, что за 200 долларов точно можно купить. Либо за 100 долларов зимние сапоги коричневые. Кожа мягкая, мягкая, удобная. Но единственное, что написано, что сделано все-таки в Италии. Ну, когда... Сейчас основная обувь, вот где не идешь, так... Китай. Китай, 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 Китай. А здесь написано, что в Италии. Так, United Colors of Benetton. Вот этот Benetton, от него вся молодежь тащится, считает, что очень хорошая одежда. Я, честно говоря, не понимаю, в чем прикол. Ну, пойдем зайдем, посмотрим. А тут Кельвин Кляй. Давай посмотрим, что там в Бенеттене в этом интересном. В общем, в этом Бенеттене очень-очень большой ассортимент кофт. Очень большой ассортимент. Вот эти 4 тысячи стоят. Вот нижние точно с вырезом. Эти вот света ручки по 4 тысячи, потому что чистая шерсть. Чистая. Но чистая шерсть, это тоже, знаете, как... А это, мне кажется, на мохер похоже. Мохер это или нет? Что тут? Свитер, длинный рукав. 4,290. Ну, мне кажется, да, мохер. Не прочитаешь так сразу. Ну, это такие, на молодежь. Ну, расцветки яркие. Ну, а цена-то тоже яркая. Яркие, красивые. Оксана, ну, если это мохер, то я понимаю, за мохер, понимаешь? Ну, я имею в виду за шерсть, за мохер. А то есть полиэстер, продается, понимаешь, за 5 тысяч. Так, а здесь у нас новая коллекция. Что же здесь новая коллекция? Ну, рубашечки симпатичные. Сколько вот такая вот клетчатая рубашка, интересно, стоит? Посмотри. А что вот эта стоит? 12,5. Шерсть? Ну, точно не шерсть, она 13,5 бы не стоила. Рубашки 4,995. 5 тысяч, смотри. Я вот не могу понять, где у них написан состав. Я ничего не могу понять. 5 тысяч? Ну, 4,995. Ну, качество я вижу хорошее у рубашки. Это 100% хлопок. Это шерсть, наверное. Нет. Дай хоть... Я хочу хоть один состав увидеть, понимаешь? Хоть один состав. Мне кажется, вот чисто внешний, чистый хлопок. Вот это полиэстер 30% и 76%. Ну, где написан состав-то? Я вот ни на одном ценнике не вижу. Где здесь состав? Вот он, наверное, нет? Где они? Нет, там что-то запираете. В общем, состава я не вижу, с чего сделано. Непонятно как. Ну, вообще ценники неудобные, непонятно. В общем и в целом. Вот вам этот Беннеттон. В составе шерсти он нашел. Ну, я смотрю, что... Ну, я тебе говорю, что... Я, знаешь, у кого... Катю Крэп когда-то смотрела, и вот она все... От Беннеттона, от Беннеттона. Я думаю, ну, господи, что же там от Беннеттона-то? Что это такое? Это уже детская одежда. Кстати, кто спрашивал, на девочку 8 лет сколько стоит? Кстати, 8-9 лет. 4 тысячи. Вот такой вот пальто-пуховичок. Да? Сейчас на мальчиков посмотрим. А вот куртка сколько интереснее стоит? Вот это вот с подстежкой какой-то. С теплой, с утепленной. 1500? Она не очень. Ну, это такая. Ну, это вот сейчас как раз-таки вот ходить. Оптимально. Пойдем-ка на мальчика мы глянем. Ну, кстати, очень много вот таких вот тепленьких брючек. Сколько такие стоят? Здесь ценники. 1290 брюки стоят еще. 4 тысячи. Ну, паховик такой. Тонкий, тонкий паховик. Но, кстати, в уникло у них мне нравится. Вот сейчас если мы здесь... Я не помню, есть здесь уникло или нет. Можно будет посмотреть. Вот на мальчишек. Смотри, какая. А, ну это кофта больше. Не, вон куртки пойдем. Вот такая. Где ценник? 5000 такая. А, это 5000 свитер. Еще 5000 свитер. Так, толстовки. 1499 рублей. Ну, тут, кстати, костюм хороший. На физкультуру ходить. На физкультуру ходить. Вот брюки. 1300. 1300. И кофта. Вот вам готовы. Но единственное, что у них требования на физкультуру черные. Ну, максимум синий. Ну, точно не красный. Черный, синий, да. Ну, курток небольшой ассортимент. Это ты свитер смотришь, по-моему, не от куртки. Нет, это от куртки 5000. От куртки 5000. Ну, запоминает цены. Посмотрим, в Турции сколько будут стоить курточки. У батюшки, да, пульсик, 2290. Ну, блин, по мне дорого. Мне тоже кажется, что для ребенка, для ребенка, который ее проносит максимум, мне кажется, 2-3 месяца, потом он из нее вырастет. Тоже манго. А у Оксаны будет обзор на канале, она смотрела. Вообще, вот на манекенах, вот эта кофта, которую я тебе показывала, смотрите-то она красиво. Красиво. Но она просто очень-очень теплая. Слух, слух, она 7500, по-моему, да? 7500. Так. Ну, а у нас впереди Макс Энн Спенсер. Этот магазин мне нравится, потому что там есть обычно большие размеры. Макс Энн Спенсер все в Таиланде очень хорошо. Это уже было все. Ну, посмотрим сейчас, что здесь есть интересного. Вон, двухэтажный магазин. Макс Энн Спенсер. В общем, понабрала кучу вещей. И сейчас, разумеется, уже зимний-осенний период. Сейчас посмотрим с вами, померяем все вместе, что да как. Так, в общем, вот этот джемпер стоит 2500. Он вот такой вот, видите, укороченный. Но это стопроцентный акрил. Стопроцентный акрил, 2500 розовый цвет. Видно, я взяла сейчас себе несколько цветов, потому что у меня, Оксана, ты хочешь мне что-то показать? И я вот этот джемпер взяла в двух вариантах посмотреть. Розовый цвет и красный цвет. Ну, вы знаете, моя любовь к красному цвету, потому что я вот моя кофта, в которой я сейчас пришла. Вот таким вот образом смотрится, ну, не знаю. Мне кажется, что это, ну, во-первых, длина. Во-вторых, во-вторых, во-вторых. В общем, не знаю. Так, вот это, в общем, какой-то я прям взяла, ну, очень большой размер. Рукав висит. Ну, потому что я не очень хорошо в Max & Spencer знаю размеры. Но вот это тоже 2500. Но, в принципе, мне нравится. Если это не рукав, то мне нравится. Я люблю такие свободные вещи. И стопроцентный акрил. Вот я смотрю, везде вот у всех этих вещей стопроцентный акрил. Что вот у этой кофты, что у этой кофты. И сделано, слушайте, меня что-то сейчас удивило. Сделано в Камбодже, что ли, написано? Так, продавец. Москва. Производитель. Производитель. Подождите, где-то вот я сейчас здесь прочитала. Что, по-моему, сделано в Камбодже. Да, сделано в Камбодже. Понятно, откуда вещи везут. У меня, в общем-то, совсем нет платьев никаких. И решила взять себе, померить вот такое вот платье. Мне нужно повседневное. Ну, в общем, понимаю, что не мой вариант. Хотя оно вроде бы свободное. Ткань здесь довольно приятная. Дуня. Платье, вот состав у него мне очень понравился. Я имею в виду, вот внешне, ой, на ощупь. Платье стоит made in Шри-Ланка. Стоит 10 тысяч такое платье. Единственное, что, вы знаете, никогда не могу разобрать состав. Но состав здесь какой-то прям приятный. Сейчас найти где-нибудь эти бирки. Вот, по идее, здесь же должны писать, чтобы не лазить везде, не искать. Слушайте, у меня такое ощущение, что это такая огромная тайна, когда вот это вот, знаете, ярлыки такие, которые ничего не прочитаешь. И что, из чего состоит-то вообще? Какой состав? Смотрите, стопроцентный купру. Или как купру? Что это за купру материал такой? Даже я не пойму. Так вот, чтобы найти мелкий-мелкий ярлычок. Но платье понравилось. А вот таким вот образом выглядят брюки. Вельветовые. Ткань вот такая вот вельветовая. Она очень приятная. У них высокая посадка. Вот как раз-таки на тех, у кого размер там 50-52. Мне кажется, очень хорошо. Они даже неплохо смотрятся. Таким вот образом. Сзади смотрятся. Мне вот этот вариант понравился. Ну-ка, сейчас отойду вот так вот подальше. Не отойдешь подальше. Но посадка все. Но единственное, что немножко большеват, потому что я себе брала 18-й размер. А мне, значит, нужно все-таки 16-й размер. Чуть-чуть поменьше. И здесь еще топорщица из-за того, что на ноге вот это вот, чтобы не украли. Но брюки мне прямо так вот понравились. Даже сейчас, наверное, может быть, я их и возьму. 3000 такие брюки стоят. 2999. Смотрите, как смотрится. Напишите. Так, а вот таким вот образом выглядят джинсы. Джинсы стоят 3500. Но у них не очень удачные. Не то, что посадка. Посадка высокая, но они, получается, заужены немножко. В общем, Максен Спенсер порадовал. Купила себе брюки. Понравились мне вельветовые брюки. Уже сто лет не носила вельвет. Ну и вообще вещей довольно-таки много. Можно найти себе по вкусу. Но этот вот магазин, он как раз-таки для женщин. Для женщин просто идеально. Ух ты, вот эта вот ткань со стретч. Для занятий брючки хороши. Сколько такие? 2500. Такие брюки. Ну, всегда вот такую какую-то классику здесь можно найти. Так, следующий магазин у нас Коллинз. Сейчас зайдем, посмотрим, какое у нас здесь ассортимент. Столочки симпатичные. Ну, как симпатичные. Обычные самые. Сколько стоят? У меня просто для сравнения. А, ну они 990. Знаете, как иногда пишут? Вот 990. Эти четко 990. Есть жилеточки вот такие вот. Сейчас уже, мне кажется, прошел тот период, когда надо жилеточки покупать, потому что холодно на улице. Реально холодно. Пуховики в Коллинзе появились раньше их. Ну, может, внимания не обращала, не наблюдала. 12 тысяч. Такой поховик стоит. А вот знаешь, что я не пойму? Только на распродажу. Плюс на вторую вещь скидка. Что значит только на распродажу? Я вот не пойму. Ну, вот распродажу. У тебя есть вот отдел распродажи 50%. Ты покупаешь вот эту форту. И вот эту. А на вторую вот на эту уже 50% скидка будет. Ну, понятно. В общем, на две вещи. Это знаешь, как выгодно в паре покупать, допустим, вместе с тобой, да? Здесь безрукавки какие под кожей сделаны. 1995, а стоило 5500. Хорошая скидка такая на безрукавку. В общем, сейчас вот как раз таки выгодно покупать летние вещи, если кому-то нужны. Брюки тоже вот со скидкой, смотрю, джинсы. 995 рублей стоят. Обычные летние симпатичные. Ну что, здесь мы прошли все. Ну, мне в Коллинге, в принципе, ничего сегодня не нужно. А вот Рейма. Это зимняя туда одежда, сейчас осенняя одежда. Это очень качественная одежда. Но у нее и цена, конечно, космос. Ваня пока был маленький, я ему очень много покупала вещей. Рейма. Сейчас, честно говоря, жалко такие деньги отдавать. Сейчас посмотрим, сколько стоят курточки. Это причем 122-й рост. Вот, 10 тысяч стоит. Я покупала Ване вот за 10 тысяч. Еле-еле ее продала. Выбросить жалко, продала 4 рублей за 500. Зимнюю, отличную, хорошую куртку. Потому что бэушные уже, в принципе, никому не нужны. А ему максимум на один сезон. Вот такая вещь, понимаете? И несколько раз подумаешь, что потом с ней делать. Продавала и на Юле, и на Авито, и где только нигде. Ей было очень жалко. И отдать некому было главное. Вот, допустим, нет таких у меня сейчас знакомых по размеру, чтобы можно было отдать. Вон, компенезон детский стоит 12 тысяч рублей. Сейчас для школы даже не знаю, что лучше взять. Пуховик. Вот, кстати, наподобие у меня. Куртка вот у Вани была тоже такая же, с капюшоном. И никому она была не нужна. А ведь в магазине такая, видите, 12 тысяч стоит. А я еле-еле... Что хочу сказать. Я вот сейчас немножко изменила взгляд на вещи. То есть раньше я Ваня покупала очень дорогие вещи. такие, знаете, как к себе привык обычно, чтобы качественные взгляды. Пойдем в сторону Аби. Ну, пойдем в сторону Аби. Ну, я же хотела в другой магазин. Сейчас по Аби потом и с цветами будем ходить. Ну, и горшки возьму ваня. И ты будешь с горшками потом по магазинам ходить? Ходить себе ваня. И будешь с горшками ходить? А не лучше по трубе полазить. Да. В общем, по поводу одежды. Дети очень быстро растут. Очень быстро. В Ване масса обуви, масса там разных этих... Курток. Продать их потом невозможно. Потому что их никто не покупает. Во всяком случае у меня. А отдать тоже особо некуда. Там, если сейчас кто-то напишет, вот в детдом надо отдать или еще что-то. Они не принимают старые вещи. Я смотрела, заходила на сайт. Написано только новые вещи в упаковке. Знакомых у меня нет. Кому эти вещи отдать. И фактически, то есть я, знаете, как выношу эти вещи. А куда дальше идти хочешь? Я хочу... Вон, в Гулливер просили зайти, пойдем посмотрим. А потом в Абиде, да? И фактически я оставляю эти вещи возле мусорных баков. Там, ну, пару раз, видя, как узбеки забирались своим детям. Вот таким образом отдают. Знаешь, какой-то большой базар. 12 тысяч вот такой покупатель. Ну как, на один сезон? На один сезон, да, максимально. Ну а чем он классный? Да ничем. Ух, то что здесь. Ну, салстатный он хороший. Экологически чистый и вызывают аллергии с утеплителем нового поколения. Он очень жаркий, прям тяжелый. Нет, он не тяжелый, ну, не знаю. Так, ну вот. Глория джинс, мальчике 8 лет. 8,14. Вот здесь курточки. Сколько стоят курточки здесь? Ну вот, 2,500. Разумная цена, я считаю, за куртку, допустим, на осень. Ну, не за 12 тысяч на несколько месяцев покупать, на самом деле. Так. Ну, собственно говоря, выбор только небольшой. Вот, 8-10 лет как раз на Ване. 3 тысячи куртка, 2999. Вот сейчас на осенний период. Самое оно. Так, ну я хочу сейчас еще в один зайти. Здесь что-то шапок. Мне нужна легкая шапка. Их очень хороший... Не могу никак в магазин. Вылетел из головы. Всегда, все время в нем, Ване, все беру, вылетел из головы название. Бывает у вас... Вообще, в иностаруха, бывает проруха. H&M. И никак вот, знаете, вот помню, что что-то два слова. Бывает же такое. Не, ну H&M там всегда с рисунками, с такими интересными, типа Чайка, Паука. Оксана хочет еще в Зару. Ну, пойдем, я шапку сперва куплю. Да не, я хочу же домой. Ну, понятно, что домой хочется. Ну, то есть, шопинг, это, конечно, такое дело, что тут надо надолго. H&M всегда пользуется популярностью за свои лояльные цены. Цены 1599, вон, свитера разных ярких расцветок. Поэтому сюда всегда здесь, вон, стоит сколько людей, аксессуаров разных. А мне нужно пройти в детский отдел, а детский отдел здесь наверху. Наверху. Сколько же такие туфли стоят, интересно? Ну, такой огромной платформы. 2300 детского отдела. Вот такие вот разные джемперочки симпатичные, 999 рублей. Так, мне нужно шапочку, и меня спрашивали сегодня вот на девочку что-то посмотреть. Слушайте, ну, вот это вот прям зимний, очень хороший вариант толстовки. С тигром, с таким классным, с мягким. 999 рублей. А брюки, вон, от 799 рублей. Вот этот магазин мне в плане детской одежды очень нравится, потому что здесь вот такие яркие всегда рисунки. Вот чем мне, собственно говоря, в Айдите нравится, да? Тем, что там тоже вот такие вот хорошие рисунки детские. Вот курточка, 7-8 лет, 2500. 2500. Это на девочек, кстати. На девочек, на девочек. Здесь тоже всегда очень хороший ассортимент, большой. Вот это вот, смотрите, какая штука удобная. Сейчас же холодно у нас уже. И вот такая вот... Ну, я не знаю, как она правильно называется. Пончи, не пончи. Но, в общем, самое главное, что здесь горло закрыто. Там можно закрыть горло. 1500 рублей. Такая штука стоит. Кстати, поменяли все. В прошлом году, по-моему, здесь для мальчиков было дело. Теперь для девочек. Смотрите, какая прелесть. Махерова. 1300 рублей. Светарочки такие стоят. Так. Так, 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 так. С козерогом тоже такие же светарочки. Тоже в районе 1000 рублей. Платица с Эльзой. Тоже 1000 рублей. Так, ладно. Пойдемте посмотрим с вами шапки. Шапки. Это сейчас для нас актуально. Холодно стало. Осень настала. Вот здесь что у нас за шапка. Ну, это прям совсем на малышку. У меня в детском? Нет. Ну, вот они. Вот. Вот такого плана нам нужна. Шапочка легкая. Вот как раз у него такая она. Но у него сейчас двусторонняя такая. Вот она легкая. 799 рублей такая шапка стоит. Ну, вот я просто думаю, не надоело ему человек-паук. Дай посмотреть, что еще тут. Вот такую синюю возьмешь. Ну, это примерно. Надо, наверное, Ваньке по WhatsApp позвонить. Давай вот эту синюю. Ну, это детская шапка. А он что, взрослый? Ему уже все. Для него уже все. Это не катит. Ему вот. Вот это что такое? Я ему сейчас, наверное, по WhatsApp позвоню, чтобы показать. Давай, я ему буду мерить. Да? Да. Давай. Тебе идет. Может, тебе вот такую купить? Вы же законодателем мой. Хе-хе-хе.